Добрый день, меня зовут Екатерина Муратова, я иммиграционный адвокат в Соединенных Штатах. В США прошли выборы президента, победил Джо Байден. И Джо Байден, если ничего не изменится, 20 января 2021 года он вступит в должность президента. У каждого кандидата в президенты есть очень обширная предвыборная кампания, конечно. Много чего они обещают, что-то выполняют, что-то нет. В этом видео я хочу поговорить об одном обещании-плане Джо Байдена. Его администрация обещала работать с Конгрессом, чтобы легализовать марихуану на федеральном уровне. В США, наверное, многие знают, что марихуана легализована в некоторых штатах, в других штатах нет. Но на федеральном уровне это входит в график наркотиков номер один. То есть что это значит? Марихуана стоит на том же графике, наряду с кокаином, героином и другими тяжелыми наркотиками. Уже много лет идет разговор, что это неправильно, и видите, каким-то штатам даже ее позволили легализовать. На федеральном уровне это преступление. Какие последствия? Это значит, что даже если на уровне штата она легализована, владельцы бизнеса не могут пользоваться ничем, что попадает под регулирование федерального законодательства. То есть не могут пользоваться банковской системой, не могут брать какие-то кредиты под бизнес, не могут делать онлайн-рекламу, которая выходит за пределы их штата. Много чего не могут. И самое главное для меня, как иммиграционного адвоката, ну если человека задержали и при нем это марихуана, даже если в том штате, в котором это разрешено, то это основание, чтобы против него начать депортационный процесс. Не говоря уже о том, что этот потенциальный иммигрант принимает какое-то участие в бизнесе по продаже и иному распространению марихуаны. Так вот, чем эта тема интересна? Ко мне очень много людей обращаются, у которых есть какой-то капитал на открытие бизнеса в США, но недостаточно капитала, чтобы они претендовали на иммиграционную программу ИБ-5. То есть есть неиммиграционная виза И-2 для граждан стран, с которыми США заключила определенное соглашение. На нашем канале есть видео посвященное И-2, вы можете подробно посмотреть, что требуется для того, чтобы претендовать на эту визу. Ну, вкратце, требуется вложить деньги в бизнес в США, приехать и вести этот бизнес. Рынок марихуаны, он, конечно, очень многообещающий, прибыль очень большая. И если ее легализуют на федеральном уровне, это значит, что иммигранты смогут участвовать в этом бизнесе. И это не будет негативно влиять на их иммиграционный статус. И, конечно, как можно принимать участие в этом бизнесе? Можно самому выращивать, можно продавать оптом, можно продавать в розницу, можно делать какие-то продукты, вплоть до готовить что-то. То есть много как можно участвовать в этом бизнесе. Ну, давайте рассмотрим один только пример. То есть какие нужны вложения, например, чтобы открыть розничный магазин продажи? Конечно, это зависит от штата, да, в каждом штате разная стоимость аренды помещения. Также в каждом штате разные требования лицензирования, которые влетут различные дополнительные расходы и следующее. Ну, в общем, как бы, как пример. В среднем, чтобы открыть розничный магазин, это стоит 150 тысяч долларов. 100-150 тысяч долларов. Представляете, если иммигрант открывает этот магазин, претендует на визу едва, получает визу едва, приезжает и, ну, естественно, очень высокая прибыль. Этот магазин себя окупает за год или нет, или даже за несколько месяцев, тоже в зависимости от штата. И в сравнении, как в настоящее время многие люди пишут, окей, у меня там есть 150 тысяч, 200 тысяч долларов. Ну, что они могут открыть за эти деньги? Да, маленькое кафе, маленькую парикмахерскую, салон красоты. То есть, возврат на их инвестиции будет, соответственно, намного меньше. Поэтому, держите руку на пульсе, следите за изменением законодательства в США. Может быть, кому-то это будет очень интересно, и кто-то захочет тоже инвестировать в этот бизнес. Это первая часть этого видео. Вторая часть. Как сейчас можно принимать участие в этой индустрии, фактически не торгуя марихуаной? Что запрещено для цели иммиграционного законодательства. То есть, есть тут такое понятие, как трогать цветок. То есть, если человек каким-то образом прикасается к марихуане, то это очень большая-большая проблема. Но все равно есть другие возможности заработать деньги на этой многообещающей прибыльной индустрии. Например, тоже по статистике, вы можете сами погуглить, посмотреть. Очень большие возвратные инвестиции имеют магазины, которые продают разные аксессуары. Курительные трубки, бумагу и прочее, прочее. То есть, эти аксессуары стоят какие-то центы, заказывают их из Китая, здесь их продают за доллары, естественно. Следующее. Можно, если вы занимаетесь рекламой, можно делать брендинг для этой индустрии. Можно предоставлять еще какие-то услуги. Например, веб-сайты, брендинг, местную рекламу, что угодно. То есть, вспомогательные услуги, но вы фактически не касаетесь этого цветка. И многое другое. Каким еще образом можно заработать на этой индустрии, не касаясь цветка, так называемо. Это тоже вариант, если вы верите в то, что этот закон вскоре войдет и марихуана будет легализована на федеральном уровне. Если вы думаете, что вероятность достаточно большая, может быть, вы уже можете готовить себе какую-то предварительную платформу. Например, открыть магазин по продаже этих аксессуаров, приехать в Америку, работать, развивать его. И если легализуют марихуану, здесь вы уже перейдете на следующий уровень. Ну и, конечно, уже будет совсем другая прибыль. Тема эта достаточно интересная, любопытная, новая. Поэтому следите. Ну и, конечно, если это произойдет, вы на нашем канале об этом узнаете без каких-то замедлений. До скорых встреч! Интересуетесь иммиграцией в США? Подписывайтесь на наш телеграм-канал для получения актуальной, своевременной и, главное, полезной информации. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!